Через пять месяцев Чебоксары отметят юбилей 550-летия. Впрочем, возраст этот условный. Почему, журналистам рассказали историки. И того же дня, отплывшие от нового города 60 верст, ночевали, а наутре и обедали на разниже, а ночевали на Чебоксаре. А от Чебоксарей шли весь день, да и ночь-то все шли, и приду же под Казань на ранней зоре. Соавтор нового учебника про историю Чебоксар «Мой город» Татьяна Иванова зачитывает первые упоминания о будущей столице Чувашии в русских летописях 1469 года. Тогда по нашей земле шли войска воевода Ивана Руна. С этого события и прошло 550 лет. Просто до этого времени название города, так как мы его привыкли называть Чебоксарой, не было. Это первое упоминание названия нашего города. Если во фразе «ночевали на Чебоксаре летописец» имел в виду именно населенный пункт, а не, к примеру, реку, и такой версии придерживается большинство историков, то логично, что поселение здесь существовало до письменного упоминания о нем. В языке того времени было принято говорить о городах, стоящих на реках на Чебоксаре, на Москве. Перед строительством ГЭС в связи с предстоящим затоплением исторической части города в Чебоксарах с 1969 по 1973 год прошли масштабные раскопки. То, что обнаружили археологи, теоретически позволяет прибавить к 550 годам еще пару веков. И изучалась та часть города, которую мы называем посад. То есть, современным языком, деловая часть города, она концентрировалась в устье реки Чебоксарки. Это низинная часть, которая затапливалась ежегодно. И это позволило в Чебоксарах сформировать так называемый мокрый культурный слой. Это уникальное состояние, когда в культурном слое сохраняются органические остатки. Это козь, дерево, кожа. В Чебоксарах даже была найдена берестяная грамота. Обнаружение этой берестяной грамоты помнит кандидат исторических наук Антонина Петровна Данилова. Во время раскопок она была еще студенткой. Там очень четко и подробно можно заметить было только слово «берозовый». В то время такие надписи были известны только в трех городах на территории Советского Союза. Это в Новгороде, в Пскове, в Старой Руссии. И, конечно, когда эта находка была найдена, мы были очень горды, что Чебоксары – четвертый город. Во время тех раскопок дошли до слоя, которые специалисты относят к XIII-XIV векам. Род находок говорит о том, что Чебоксары изначально формировались как поселения городского типа. Так что если историки пересмотрят методику исчисления возраста нашего города, то Чебоксары могут постареть сразу на несколько десяти или даже столетий. Тем более такое в истории города уже случалось. Так, в 1955 году столицу Чуваши отмечало 400-летие. Тогда датой основания считался указ Ивана Грозного об основании здесь крепости. А спустя 14 лет уже 500 лет, когда обнаружили первое письменное упоминание. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.